Всем привет! Исправляю свою ошибку, которую допустил в прошлый раз. Сегодняшнее видео будет со звуком. Итак, у нас есть вот такая картинка. Наша задача сделать обложки для вот этих трех книжек. В данном случае пусть будет одна и та же. И сделать внутренние странички вот сюда. Используем подготовленный файл. Вот этот. Тоже его заранее подготовил. Теперь будем использовать. Как я уже говорил в прошлый раз, я думаю большинство запомнили, мы нажимаем кнопочку U. Либо переходим вот сюда в инструмент прямоугольник. Рисуем прямоугольник. Желательно приблизительно, приблизительно, такого же размера, точнее соотношение сторон, как ваша страничка. Хотя в принципе это совершенно несущественно. Даже сейчас вам покажу. Сделаем ее вот такой. Узкой. Страничка навряд ли такой будет. Что мы делаем дальше? Обязательно переходим в слои. Выбираем прямоугольник, нажимаем правую кнопочку мыши и нажимаем преобразовать в смарт-объект. Без этого у нас ничего не сработает. Мы преобразовали в смарт-объект. Можно заменить этот цвет и накладывать уже этот цвет на книжку. Так будет возможно для кого-то нагляднее. Но сегодня и в этом уроке я покажу немножко другой подход. Я беру нашу обложку, вырезаю ее приблизительно. Ну, в данном случае приблизительно, чтобы сильно не напрягаться. Вот я ее вырезал. Переходим в наш прямоугольник, нажимаем два раза кнопочкой мыши и Ctrl-V вставляем. Нажимаем кнопочку Alt и крутим колесо мыши. Тем самым уменьшаем масштаб. Здесь же мы зажимаем кнопочку Shift и делаем так, чтобы наша страничка приобрела нужный размер. Но я немного ошибся. Я здесь слои не свел. У меня просто получилось не то, что надо. Поэтому я сейчас нажимаю Ctrl-E. У меня все слои преобразовались в один. Вот только теперь я вырезаю нужную нам обложку. Выделяю Ctrl-X. И вставляю в этот прямоугольник. Все точно так же. Можно удалить предварительно, хотя это не обязательно. Нажимаю Ctrl-V. Ctrl-T меняю с нажатым шрифтом. Подгоняю. Да, здесь оно не особо наглядно. Но именно в данном случае я продемонстрирую, как размер не особо влияет. Хотя для наглядности лучше, конечно, делать более правильную форму. Далее нажимаем Ctrl-S. Применить. Все сохраняется. Можно либо здесь нажать кнопочку закрыть. И она закроется. Но вдруг нам надо еще что-то редактировать. Вот она уже у нас здесь. Эта страничка. Далее мы берем и подгоняем ее под наши углы. Не совсем так. Сначала сделаю несколько копий. Три копии сделаю. Отключаем. Первую, вторую, третью. Самая нижняя у нас будет. Это самая нижняя книжка из вот этих трех. Подгоняю. Подгоняю под этот угол. Приблизительно додумываясь, как в данном случае должна выглядеть книжка. Ну, например, вот так. Здесь опять с кнопочкой Alt увеличиваю. И подгоняю под правильный размер. Надо, чтобы нижняя книжка, которая белого цвета, была полностью перекрыта этой картинкой. Все. Нажимаю Enter. Первая обложка готова. Кстати, видно здесь, что я не совсем правильно вырезал. Такой темный ободок здесь. Но, возможно, даже и лучше. Мы посмотрим, как это будет в будущем смотреться. Опять возвращаемся к этому слою. Прямоугольник 1. Назовем его книга 1. Переходим сюда. Нажимаем на слой маску. Слой маска у нас готов. Теперь мы переходим в инструмент LASSO. Это кнопочка L. Либо выбираем из списка прямоугольное LASSO. Либо нажимаем кнопочку Alt. И несколько раз клацаем на иконку. Выбрали инструмент LASSO. Что мы делаем дальше? Мы вырезаем вот эту книжку. Но мы-то ее вырезать не можем. Правильно? Значит, что нам не хватает? Нам не хватает уменьшить. Точнее, взять прозрачность книжки. Взять прозрачность книжки. Кстати, вот на этом этапе мы видим, что здесь не совсем правильно я положил книжку. Но, опять же, в данном случае это совершенно никак не сыграет роль. Чтобы это изменить, нажимаю Ctrl T. Только выбираем на слой. Нельзя было выбирать, когда маска. Теперь нажимаю на Ctrl T. И беру за этот уголок с клавишей Ctrl и подгоняю как нужно. Вот так вот оно нужно. Здесь, соответственно, точно так же могу сделать. Где-то книжка. Скорее всего, будет вот так. Но! Я не хочу. Я хочу оставить так, как есть. И покажу, что разницы никакой не будет. Беру инструмент лассо и вырезаю все то, что лежит сверху нашей третьей книжки. Вот вырезал. И... Да. Теперь я, так как я ошибся, я не включил сначала эту слой маску. Сейчас нам придется немножко извратиться. Если сейчас я ее включу, то у меня пропадет то, что наоборот нужно оставить. Поэтому я Ctrl Z нажимаю. И перехожу в пункт выделения. И нажимаю инвертировать. Инверсия. И теперь точно так же добавляю слой маску. Все. У нас ненужное... Ненужное... Спряталось. Здесь непрозрачность повышаем до 34. Ой, с 34 до 100. И все. Наша третья книжечка отлично вписалась в интерьер. Точно так же проделываем со второй книжкой. Выбираем нужный слой. Очень важно. Нажимаем кнопочку Ctrl T. И подгоняем уголки. Здесь немного проще, так как здесь три угла есть у нас. Вот так будет выглядеть книжка. Приблизительно. Да, если сомневаюсь, делаю непрозрачность. И смотрю... Вот здесь подгоняю правильно. Здесь точно так же подгоняю. Лучше чуть-чуть больше взять, чем будет выглядывать белое. Как вот здесь. Но в данном случае здесь белое выглядывает, как будто немножко торчат листики. Может не совсем правильно, но тем не менее оно не будет мешать. Так, здесь мы тоже все правильно. Нажимаем кнопочку Enter. Отлично. Опять переходим к инструменту LASO, который у нас включен. Но перед этим мы переходим в слой маску. Добавляем к этому слою слой маску. И точно так же выделяем книжку, которая не относится к нашей второй книжечке. Так, вот здесь нам уже не важно совершенно. Так, все. Нажимаем кнопочку Delete. Удалили. Возвращаемся в этот слой. Возвращаемся в этот слой и непрозрачность ставим на 100%. Все, вторая книжка у нас точно так же готова. Переходим к третьей книжке и поступаем аналогичным образом. С кнопкой Shift, с зажатой мы можем непропорционально менять равниры. Да, кстати, можно было здесь вот, в данном случае, просто изначально повернуть книжечку. Сейчас мы ее опустим и повернем приблизительно. Да, как раз то, что надо. Теперь опять убираем непрозрачность, сделаем. Опускаем. В принципе, это не нужно так делать. Проще подгонять углы, но я просто показываю. Теперь кнопочка Ctrl и подгоняем угол. Один, подогнали угол, и второй. Да, 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 как и в прошлый раз, я здесь завтыкал, и вот этой книжечки у нас не осталось. Но чем и хороши слой маски, то, что это все решается очень быстро. Но пока мы закончим с третьей книжкой. Нажимаю кнопочку Enter. Все, третья книжка у нас готова. Переходим ко второму слою. Переходим в слой маску и нажимаем кнопочку E и кнопочку X и удаляем. Либо можно просто прямоугольник M кнопочка и вырезаем. Здесь вообще не существенно, потому что она спрятана. Все, наши три книжечки готовы. Лучше было бы, если бы три книжки были разные. Оно очень классное и эффектно бы смотрелось. Я в своих рассказках, когда только начинал делать, делал такой трюк, и каждая книжка отличается от предыдущей и смотрится замечательно. Так, с этим мы разобрались. Теперь идем к внутренним страничкам. Точно так же кнопочка U, инструмент, прямоугольник. И рисуем приблизительно нашу страничку. В данном случае она у нас черная, но цвет можно поменять на любой, который больше нравится или удобен в данном случае. Мы сейчас будем делать с красным цветом, только для того, чтобы можно было посмотреть второй вариант того, как можно все это разместить. Опять, наш прямоугольник, мы переименуем, кстати, да, этот слой, допустим, страница А. Отлично. И делаем Smart Object. Нажимаем Ctrl-T, сначала непрозрачность сделаем, и подгоняем под нашу страничку. Вот наш один уголок, вот второй уголок, вот третий уголок, и вот четвертый уголок. Да. Теперь, либо нажимаем Enter, а потом Ctrl-T, либо сразу же переходим наверх и переключаемся в режим деформации. Берем за вот эти рычажки и тянем вверх, тянем, 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 тянем. Если у нас здесь не совпадает, тут больше пошло, ничего страшного, когда больше, это даже лучше, чем меньше, как в данном случае. Но что мы здесь можем взять? Мы здесь просто этот уголочек поднимем, все. А здесь опустим, если мы уже следуем такому формату максимально похожему. Мы здесь точно так же чуть-чуть подправили, чтобы не было ничего белого. Снизу переходим и тянем, 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 тянем. Вот так приблизительно. Здесь уже не критично, так как внизу должны быть видны другие странички. И вот это белое, оно будет показывать нам то, что за этой страничкой спрятаны еще странички. Все, в принципе, у нас отлично все получилось. Нажимаем кнопочку Enter. Не совсем отлично, вот здесь вот белый кусочек, это плохо. Поэтому опять возвращаемся к Ctrl-T, переходим в режим деформации и немножко поднимаем. Сильно вот так вот тянуть не нужно, потому что у нас страничка будет деформирована. Это хорошо видно по вот этим линиям направляющим. Все, применили, замечательно. Нажимаем два раза на страничку и попадаем сюда, куда мы должны будем сейчас вставить наш текст. Текст точно так же берем из файла. Вот я беру текст, перетаскиваю его, размещаю. В некоторых моментах, или в некоторых случаях, нужно учитывать, что вот здесь вот сильно много места может быть в наших картинках, которые мы делаем для странички. Потому что там рабочая область, поэтому мы немножко вот так вот можем сдвинуть. Это я показываю, но это не обязательно делать, оно и так будет хорошо видно. Нажимаю на Enter, нажимаю Ctrl-S, либо просто сразу закрываю, так как нам эта страничка уже не нужна. Нет, я сейчас оставлю и покажу, для чего мы ее можем оставить. Вот у нас уже наша картиночка здесь есть. Но, да, качество картинки я загрузил не очень хорошее, поэтому вот так вот не продумал. Ну, я к чему говорю, что мы оставим эту страничку, например, хотим здесь что-то нарисовать. Например, создаем новый слой и там нарисовать. Нажимаем Ctrl-S, сохраняем. И теперь у нас на нашей книжке появляется вот эта кракозяба. Но мы возвращаем Ctrl-Z, сохраняем. Закрываем, нам не нужны эти странички. Это тоже нам не нужна. И переходим к следующей странице. Нажимаем точно так же кнопочку U и добавляем еще один макет. Преобразуем в смарт-объект. Приблизительно подстраиваем под углы наших страничек, нашей странички, нашей книжки. Здесь вот важно, очень важно, вот здесь, чтобы они сошлись. Так, опять убираем непрозрачность. Здесь чуть-чуть, возможно, ниже надо сделать. Желательно, чтобы странички сошлись. Но, опять, здесь не нужно качество, такое, как в полиграфии. Здесь достаточно будет просто, все просто сделать, не напрягаться. Переходим к трансформированию. И опять, как и в прошлый раз, немножко меняем. Здесь можно, кстати, чтобы остался уголок. Это будет нам показывать, как будто те странички, которые под этой страницей находятся, они отображаются. Аналогичным образом и здесь. Сильно не тянем в эту сторону, потому что некрасиво получается. Вот так вот. Здесь можно вот так вот больше сделать. Нажимаем кнопочку Enter. Переходим в слой. И закидываем сюда эту страницу. Да, я вроде качество старался сделать. Но не важно. Уже ошибся. Так, Ctrl-S. Даже не так. Нажимаем на закрытие. Так, Enter сначала. Нажимаем на закрытие. Да. Все. Теперь и вторая страничка у нас точно так же готова. В прошлый раз я показывал, как нам сделать тень. Точно так же сейчас мы сделаем. Если мы не уверены, как сделать правильно тень, то мы смотрим на исходник. И видим, что тень у нас вот здесь проходит, посередине. Такая большая часть. И вторая страничка вот здесь вот точно так же тень. Ну, возможно, еще здесь тень, но это уже не так существенно. Мы делаем сейчас тень здесь, здесь и на этой второй страничке. Что мы делаем? Добавляем новый слой. Ctrl-N. Либо нажимаем кнопочку. Выбираем карандаш. Нажимаем кнопочку B. И рисуем. Отлично. У нас изначально нарисовалось то, что нам нужно. Если у нас цвета не сходятся. Изначально у нас вот так вот стоит. То мы нажимаем кнопочку D. Она у нас переключает режим на обратный. Делаем немножко меньше наш карандаш. И рисуем такую прямую длину. Далее переходим в фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. Вот. Вот мы добились приблизительно того, что нам нужно. Этого мало. Хотя можно и так оставить. В таком случае будет казаться, что страничка немножко помятая. Но мы еще больше уберем. Вот так вот. Ну может быть еще. Вот так. Замечательно. Мы можем видеть, как наша эта тень перекинулась и на эту страничку. В принципе, можно оставить. Оно даже неплохо, я бы сказал, здесь смотрится. Но все же мы не будем этого делать. Чтобы эта тень применилась только к этой страничке, наш слой должен находиться над страничкой A. И с зажатой кнопочкой Alt появляется вот такой значок, который применяет нашу тень только к этой странице. Все. Вот так вот она у нас выглядит, наша тень. Мы можем видеть, что здесь не хватает тени и здесь не хватает тени. Тогда мы берем и нажимаем Ctrl-T. И попробуем немножко растянуть. Я не думаю, что это существенно. Можно даже немножко повернуть, если мы смущаемся. Можно даже немножко растянуть. Можем делать все, что хотим. И как нам кажется, будет лучше. Мне кажется, замечательно. Но даже убирать не нужно. Если нам вдруг не хватает тени, Ctrl-J нам помогает. Сводим слои. Потом нам достаточно. Теперь переходим на вторую страничку. Страничку B. Нам нужно сделать тень на второй половинке этого листика. Для этого точно так же Ctrl-N, Ctrl-Shift-N, ОК. Создали слой второй. На этом втором слое мы точно так же карандашом B рисуем прямую линию. Можно не одну. Можно парочку. Можно три. Так как они у нас короткие. Я в прошлый раз ошибся. Лучше сделаем длиннее. Немножко меняем угол. Переходим. Фильтры. Размытие. Размытие по гауссу. Вот. Отлично, я бы даже сказал. Мы потом все, что лишнее, уменьшим непрозрачностью. Замечательно. Точно так же этот слой. Переменяем к странице B. Нажимаю кнопочку Alt и подводим к странице B. Все. Теперь мы видим, что тени здесь слишком много. Мы работаем с непрозрачностью. Вот. Мне кажется замечательно. Если хотим, можем подвинуть немножко в сторону. Вот так даже, наверное, будет еще лучше. Все. Замечательно. Теперь, как и в прошлый раз, мне сделали замечание хорошее. То, что у нас не хватает еще тени вот здесь посередине. В данном случае, что мы делаем? Создаем новый слой. Ctrl-Shift-N. Выпадает такое меню. Нажимаем ОК. Точно так же в этом слое рисуем нашу тень. Переходим в фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. В данном случае нам тень нужна более выраженная. Пусть будет вот так вот. Сейчас мы попробуем непрозрачностью поиграться. И немножко растянем. Растянем еще для того, чтобы я показал, что нужно делать дальше. Так, вот мы сделали такой слой. Но вот наша тень, она мешает нам вот здесь, а вот здесь на столе. В принципе, в данном случае ее видно, но несущественно. Но правильнее ее, конечно же, убрать. Что можно сделать в этом случае? В первом случае мы точно так же создаем новый слой. В этом слое мы берем резинку и аккуратненько, я перепутал, не новый слой мы создаем, а создаем слой маску. В этом слое мы берем резиночку, нажимаем кнопочку X, меняется вот здесь. Нам надо, чтобы основное было белое. И стираем. Это первый вариант. Здесь не обязательно стараться. А второй вариант, как по мне, более правильный. Это взять ту же самую лассо, только обычное лассо. И попробовать приблизительно провести вот здесь. Все. Кстати, видно, что у нас здесь немного не так, как надо. Но это создает еще, еще говорит о том, что мне кажется, здесь слишком много тени. Вот так вот, наверное, было бы лучше. Можно под шаманин здесь. Нажимаем E, нажимаем X. И дорисовываем. Так, здесь теперь X наоборот нажимаем. Один и тот же инструмент, если здесь белый и черный цвет, он превращается как в резинку, так и в дорисовывалку. Вот сейчас покажу. Вот я сейчас стираю здесь, нажимаю кнопочку X и точно так же оно зарисовывает. Нажимаю еще раз X, оно стирает. Но это при условии, что здесь у нас белый и черный цвет. Здесь могу выделить, нажать кнопочку Delete. И все у нас зарисовало. Переходим вниз. Здесь у нас точно так же тень. И точно так же мы можем лассо. Можем даже обычным. Так, не удаляю, а потому, что я не выбрал. Вот, видно, что у нас тень, она больше заходит сюда. Поэтому мне надо было бы больше сделать этим лассо. Но на самом деле я ошибся в том, что я сильно большое размытие сделал. Надо было карандаш брать не такой темный. И все было бы хорошо. Все, по-моему, получилось великолепно. Первая часть урока закончена. Переходим ко второй части урока, где мы будем работать вот с такой девушкой. Этот урок направлен на то, чтобы объяснить, что нам нужно делать в случае, если на нашей книжке находится какой-то объект, в данном случае руки. Хотя, ничего такого, что мы не подчеркнули бы с вот этого урока, здесь нет. И все то же самое. Но на всякий случай уточню. По поводу обложки. Она разделена на три части. Задник, передник или и, по-моему, форзац это называется. Обложка, форзац и вот забыл, как называется эта часть. Корешок, корешок. Мы корешок не будем делать таким толстым. Сделаем его тоньше. Но кто захочет оставить таким, какой он есть, не составит никакого труда. Все точно так же. Мы выбираем объект прямоугольник и рисуем приблизительно нужный нам размер. Заходим в слой прямоугольник, правая кнопочка мыши, преобразовываем в смарт-объект. Переходим в нашу картинку. Вырезаем. И наш слой переходим, вставляем. Вот чтобы у нас не было проблем с текстом, он был качественный. Вот наша картинка исходная, она должна быть намного большего разрешения, чем наш слой корректирующий. Все, здесь мы все сделали. Применяем. Нажимаем закрыть, сохранить. Все, здесь у нас обложка готова. Теперь мы точно так же подводим каждый уголок нашей книжки в нужное нам место. Так как я решил здесь корешок сделать не таким толстым, поэтому корешок, который у этой книжечки мы немножко съедим нашей обложкой. Все. Здесь готово. Добавляем слой маску к нашему... К нашей обложке добавляем слой маску. Убираем непрозрачность. Мы, кстати, можем видеть, что мы здесь немножко больше, чем надо взяли. Но это не критично, я бы даже сказал, это больше плюс. Еще раз выделяем. И берем кнопку... Берем ластик, кнопочка E. И стараемся аккуратно... Чем аккуратнее мы сделаем, тем будет лучше. Аккуратно. С зажатым шрифтом я делаю, чтобы прямую линию нарисовать. Аккуратно. Убираем. Все то, что лишнее. Я не буду сильно стараться, как и в прошлый раз. Но результат, в принципе, получу удовлетворительный. Для книжек, для контента А будет все замечательно. Можно даже просто вот так вот висеть. Если вдруг кто-то ошибся, вот так вот сделал, ничего страшного. Нет, есть кнопочка Ctrl Z, которая все возвращает два раза. Либо, если мы так сделали, мы просто нажимаем кнопочку X в режиме эластика. И точно так же все это зарисовываем. Скажем так, если я ошибся, немножко вот тут больше, чем надо вырезал. Вот так вот будет, да, допустим. То, чтобы не делать Ctrl X кнопку, я хотя здесь неудобный угол, но ничего, я уменьшаю нашу. Нажимаю кнопочку, наш ластик я уменьшу, нажаю кнопочку X. И зарисовываю здесь вот все то, что я вырезал лишнее. Может, оно не совсем наглядно и видно, как нужно, но тем не менее. Вот здесь нам не хватает немного пальцев. Поэтому опять кнопочка X и выделяем. Все. Возвращаем нашу непрозрачность и проверяем. Отлично. Пальцы смотрятся великолепно. За исключением, возможно, вот этой части. Как мы ее можем поправить? Переходим в этот слой, нажимаем кнопочку B, точнее E. Это резинка, можно и B, в принципе, не важно. И пытаемся зарисовать, зарисовать. Если нам чего-то не хватает, нажимаем опять кнопочку X. И, например, здесь нам не хватает. И подравниваем. Кстати, я сейчас как-то неаккуратно нарисовал, обел. Но, тем не менее, этого будет вполне достаточно. Так. Обложка у нас сделана. Переходим ко второй части. Я и то немножко нажал. Кнопочка U. Делаем заднюю часть книжки. Вот, чуть не забыл, то, что нам нужно преобразовать в смарт-объект. Здесь я сейчас сделаю красный цвет. И поработаем не как с картинкой, а как с красным цветом. Я покажу, что можно и так, и так делать, как и в прошлый раз я показывал. Так. Тороплюсь, чтобы не затягивать это видео. Так. Замечательно. Здесь мы делаем еще менее прозрачное. Добавляем корректирующий слой маску. Выбираем резинку, кнопочка E. Начинаем стирать все лишнее. Мне не понравилось. Я нажал Ctrl Z и отменю. Я подгоняю здесь размер. Книжер кисти. И потихонечку. Потихонечку удаляю. Это я просто со Shift нажатым иду. И оно прямую линию рисует под 90 градусов. Здесь я лишнее удалю. Нажимаю опять Ctrl X. Э, X кнопку. И немного подравниваю. Опять X и удаляю. От того, насколько аккуратно будет все здесь сделано, будет зависеть конечный результат. И если компьютер мощный, то лучше взять исходную картинку с этой девушкой в большем разрешении. В максимально большом. Тогда рисовать, это да, стирать будет легче. И еще не будет вот таких вот пикселей. Картинка будет более плавной. Так, здесь подравниваю. Потому что с тенями потом будет не очень хорошо. И здесь лишнее немного взял. Все, замечательно. Не буду сильно затягивать. Ну, мне, наверное, вот здесь вот надо. Все, не буду. Перехожу в этот слой. Перехожу в задней части нашей книжки. Аккуратно вырезаю Ctrl X. Перехожу в этот прямоугольник. Вставляю Ctrl D. Изменяю размер. Ctrl T. Со шрифтом Со шрифтом и с углом Подвожу все. Чтоб соответствовало Каждая сторона. Она примагничивается. И закрываю. Нажимаю Enter. И закрываю Ненужную нам вкладку. Так, это тоже уже Закрываем. Все. Страничка у нас. Задник у нас готов. Убираем нашу непрозрачность. Что нам не хватает? Нам не хватает Вот эту среднюю часть сделать. Точно так же Я рисую прямоугольник Кнопочкой U. Точно так же Я преобразовываю в Smart Object Точно так же Я подгоняю его Под нужные размеры. Тороплюсь немного. Здесь важно смотреть Чтобы оно было Приблизительно Одинаково И возможно Даже немножко выглядывало Так, сейчас посмотрим Это, наверное, сильно выглядывает Чуть-чуть уменьшить Надо сейчас будет Это сложно сделать Поэтому уменьшаю Вот так Здесь Вот так Замечательно Так как верхняя и нижняя часть У меня не сходятся Здесь, по-моему, уже Я немножко раздвину И подниму вверх И здесь точно так же Немножко Вот так, наверное Все, сильно не буду Заморачиваться Переходим В этот прямоугольник И вставляем Ту нашу Наш задник И смотрим Какая из этих частей Может подойти Хорошо Здесь уже мы будем делать Немножко не так Как в прошлый раз Мы выбираем отсюда Сейчас покажу Что мы выберем Мы выбираем часть Которая без текста Возможно Вот так вот Будет хорошо смотреться Поэтому сейчас Мы нажимаем Ctrl-S Сохранили И переходим В нашу книжку Вот Сохранили Нет Смотрится не очень Поэтому Мы просто возьмем Какой-то цвет Например Вот такой Вот он нас Скопировали его Можно и отсюда Было взять Неважно И зарисовываем Точно так же Нажимаем Ctrl-S Сохраняем Переходим В слой Ну в принципе Уже Отлично Если задник Для книжки Есть То можно Его точно Таким же образом Вставить Не задник А корешок Для книжки Есть То можно Его точно Таким же Образом Вставить Да Что мы еще Здесь не сделали Мы еще здесь Не сделали Тень Вот пальцы Потому что Оно не сильно Хорошо смотрится Возвращаемся К обложке Вот наша обложка Вот наша тень Добавляем Новый слой Вот нажимаем На плюсик Либо Ctrl-Shift-N Берем Наш Карандаш Уменьшаем Размер И Пытаемся Нарисовать Всю тень Которая Здесь Есть Ну В данном Случа У нас Синий Цвет Чтобы сбросить Синий Цвет Или какой Любой Здесь Я Повыбирал Один Цвет Например Здесь Второй Цвет Чтобы Сбросить Нажимаем Кнопочку X D Точнее X У нас Меняет Теперь Зарисовываем Вот так вот Ну что Получилось Ужасно Но Это На первый Взгляд Заходим В наши Фильтры Размытие По Гауссу И Делаем Размытие На глаз Включаем Наш Слой Обложку Применяем Наше Размытие Только Только К этому Слой Если У нас Его Много То Можем Убрать Его Непрозрачность Но В данном Случе Мне кажется Его даже Мало Так Попробуем Вот так Сделать И Применеть Еще раз К этому Слову Объединием Чтоб Стало Больше Ну Тут Надо Поиграть Я Просто Показываю Общий Смысл В принципе Тень Появилась Уже Стало Лучше Не идеально Конечно Но Стало Лучше Точно Так же Делаем Задником Со второй Рукой Для этого Отключаем Сначала Сам Фон Создаем Новый Слой Берем Карандаш Можно Кстати Взять Кисточку Идеально Это вообще С планшетом Когда Плавно Все рисуется Обводим Нашу тень Даже Если залезем Ничего Страшного Ну что Красавчик Я Как классно Нарисовал Переходим Размытие Размытие По гауссу Ужас В прошлый раз Мы сильно Сделали размытие Нам пришлось Прибегать К определенным Хитростям Здесь я сейчас Такой ошибки Не сделаю Поэтому Сделаем Не так Явно Опять же Этот слой Применяем Только К нашей Второй руке И смотрим Да Тень есть Возможно Не совсем Правильно Мы сделали Его Надо было Больше Постараться И тоньше Нарисовать Ну Смысл Понятен И в принципе Все Отлично Все Всем спасибо Надеюсь Запись моя Сработала Пока До новых встреч До новых встреч До новых встреч